здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами endomit у нас очередной обзор танков нашей любимой игры мир танков атлеста games и сегодня у нас на обзоре прям танчик восьмого левела которая купил за бон и вот carner ван экшен x тяжелый танк великобритании прем танк да и прежде чем мы продолжим обзор конечно же поставь лайк под этим видео и подпишись на канал если до сих пор это не сделал ну а мы с вами начинаем и конечно же сначала идем смотреть бронирование carner ванна экшен x go и так господа коллижен модель нашего carner ванна экшен x ну и давайте начнем с корпуса все правильно поставили нлд в приведенки у нас соточка с небольшим очень ослабленная деталь корпусу суда нас пробивает все стэшки ттшки 8 7 и даже порой да да и даже порой шестого левела в лд снизу 224 сверху 239 по краям ну примерно везде одинаково конечно это уже неплохо суда обычными типами снарядов нас восьмерки не бьют но папа по понятным причинам девятки десятки даже обычными типами снаряды будут пробивать да если мы вот так рыбанем то уже тут ух и даже какие девятки нас иногда не пробьют вот но в целом конечно здесь сильно ничего не меняется но это такой вот при таком угле в лд разве что только анти тт 8 в верхняя часть у нас рикошетная вот это расположено под хорошим рикошетном углом приведенки 225 система пишет рикошет теперь коса а стоп еще под башенный цилиндр у нас видно в такой проекции ага 500 там рикошет все бесполезно вот теперь по башне здесь очень много групп брони сложная форма башни ну давайте разбираться что касаемо справа и слева от ствола 254 254 против тт 8 левела вполне себе год на девятки нас сюда голдой сто процентов иногда будут даже пробивать не голду есть вот такие вот места в 420 и более под стволом 254 265 до местами из его 290 даже 280 ну короче такая анти все-таки 8 левел щеки вот здесь за экранами противокумулятивными ближе к стволу 246 255 вот ниже 300 выше 300 то есть вот такие некие овалы у него которые в принципе тоже будут пробиваться девятками десятками до голдой опять верхняя планка 244 до 262 короче ребята броня по сути вся во лбу у нас она такая против тт 8 левела девятки десятки голдой на шьют в принципе везде вверху справа слева под стволом вот эти щеки все это пробивается люк 127 миллиметров 153 по краям до 150 он расположен хоть и задней части башни он достаточно высокий выцеливать его в принципе не представляет каких-либо затруднений у нас есть экраны по бокам противокумулятивные борт у нас получается в приведенке сумма на 81 вверху вот пожалуйста 50 и как танковать от борта только за счет рикошета с таким конечно же бортом чуть-чуть перекрутили вот еще пока система пишет рикошет здесь уже вот все не пишет в легкую будут пробивать плюс вы подставляете под башню цилиндр но здесь в принципе придет все равно еще достаточно неплохая вот место 253 принципе ну все равно неплохо ладно от борта на самом деле на нем главное не перекручивать а спереду против тэшек 8 левела играется отлично что касаемо нлд конечно слабо от верхней часть влд и башни неплохо но люк все омрачает так с броней разобрались такая условно анти тт 8 левела давайте смотреть орудие пушечку нас 9 левела кстати 230 альфа нищие как для тяжелого танка безусловно но зато пушка заряжается на стоке меньше 6 секунд пробитие 226 на основном 258 на голде точность очень хорошая 032 как для тт невероятно хорошая комфортное время сведений 2,3 дпм у нас 2400 это опять же на стоке теперь что касается полевой модернизации танк достаточно туго едет поэтому вездеходную ходовую во втором блоке в четвертом блоке наверное лучше на точность еще лучше до отстройка параллакса звукоизоляция в пятом блоке ну и здесь и здесь я бы наверное взял ну не знаю огневую мощь может кто-то будет катать на турбине вот но я бы рекомендовал взять огневую мощь поставить досуг как раз вот по оборудованию во второй слот в 1 естественно закалку обязательно став по снарядам основной нас бронебой налетит 1020 нормально голда у нас подкалиберный хорош скорость полет 1275 по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель я до паек пихнул четыре члена экипажа перки наблюдайте перед собой в табличке по плюсу минусам машины до альфа у нас слабая но у нас хорошая когда вот который кстати с помощью экипажа и оборудования мы смогли раскачать 4 целых семьдесят семь сотых менее пяти секунд то есть благодаря такому кд на этой пушке можно часто ставить на катки и уже с катков не отпускать даже при такой маленькой альфе также плюсом у нас идет у нас есть увы и на а учитывая что мы все равно будем попадать против восьмых ловелов да и наша броня позволяет играть против восьмых плов эти увы и на на рельефных картах нам будут очень даже неплохо помогать вот разброс у нас 0 29 пока вот время сведения почти 2 секунды все круто вообще по пушке вообще на река нет быстро и также снаряды неплохое бронепробитие по хп 1650 конечно маловато маловат как для тяжелого танка по мобильности при такой сборке 36 и 3 вперед 12 назад менее 15 лошадей на тонн намекает на на то что максималку меньше 15 до будет набирать достаточно туго это действительно так поэтому в принципе в полевой модернизации иногда можно вкачать вторым слотом мобильность и поставить турбину ну например вместо не знаю стаба принципе пушка здесь и так неплохо стабилизировано можно без таба попробовать покатать на турбине вот по обзору нас 426 метров нормально да неплохо на стойке 426 зергут ну чё хороший танк который может играться на рельефе может играться в городе от башни понятно что против девяток и десяток данная тачка будут испытывать определенные затрудения тому есть на самом деле причину мы с вами рассмотрели до броня в башне прямо на пределе против анти тт 8 лил предлагаю же отправляться бой дать посмотрим как и нерван экшен x играется современных боях погнали так господа обзор боем центре он экшен x 8 лил прим танчик тяжелый танк великобритании за боны взял только что блин а был все-таки у него грузануть голды все серебро жалею а вот не надо жалеть 2 лтв чеки у него а вот вы как как я буду пробивать и и и Продолжение следует... Гусеницу мне повредит. Все, поджали. Блин, на месте он тоже галокрус. Очень. Постой, паровоз. Не пробили, а вот это за отсутствие голды. Гасите его, ребята. Все, забрали. Что там, Скорпиоша? Уехал. Блин, ну какой-то сумбурный бой вообще. Просто они отлетают, как эти фанеры над Парижем. Ой, хп нету. Нам бы засвет бы с далеких планет давал-то вот. ДПМ лютый, конечно. Фугасик зарядили. Где сушка? А сушка уехала. Не, не будем захватывать. Ну это жесть. Да не, их всех перебьют сейчас. Просто они обосрались вообще нереально. Ну, удачу пробили, кстати. Закрыл. Да, 2 400. Без голды, ребята. Ну, все. Надежду только на ТТ-4-3. Сверху не зашло. Все, захват. Блин, у нас победа по захвату. Ну ладно. Суммы сколько у нас там? 3 100, 3 200. Маловато, конечно, для этой машины. Но такой бой. Ладно, переигрывать не буду. Сами видели, какой ДПМ. Мы без голды ворвались. Просто всех убили. Просто стреляешь, стреляешь, стреляешь. Как пулемет, да. Пулемет с броней. Центрион Экшн-Х, конечно. Интересная машина. Интересная. Чуть-чуть бы альфы побольше. Была просто сказка, а не танк. Второе место у нас по урону. Я по пятибалльной системе машине ставлю четверку твердую. Да. Заслуживает ибо. А почему нет? Такой мини-конь, но с меньше альфой. Да, практически супер конь. Ребят, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии. Как вам эта машина? Какое вы используете на нем оборудование? Получается на нем, не получается? Конечно же, прожимайте лайк под видео. И подписывайтесь на канал. Ну, я говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео. Подпиской на канал. Ну и, конечно, прожми колокольчик. Чтобы быть в курсе всех новых стримов. И самых последних обзоров по нашей любимой игре. Редактор субтитров А.Семкин